Слушайте, ну вышла я после эфира подышать свежим воздухом. Посмотрите, как у нас всё горит. Вот он, первый день весны. Друзья, как у вас там по обстановочке в ваших регионах? У нас как-то так. Видео про ёлочку вот эту, кстати, это не посаженная ёлочка, это мною сделанная ёлочка, и я так её вам и не сняла. У меня столько контента для вас, мне нужен человек, который будет это всё снимать, монтировать и публиковать в YouTube. Веночек мы вынесли сюда, потому что мы парим в баню. Хвою, помните, я делала? Вот, живёхонький. Композиции. У нас ещё Новый год, какой восьмой март. Композиции, которые в доме стояли у нас. Вот, они в водичке, и хвоя как живая. Девочки, завтра вам при дневном свете это всё покажу. Вот. Всё у нас стоит. Вот так вот отойду. Вот так вот у нас такая красота. Не знаю, рука не подымается. Ёлку непосредственно в этом... На даче мы убрали. Дома, кстати, у меня ещё стоит ёлка, девочки. Ну, так, чтобы вы понимали на секундочку, какая я всё успевающая, ага, женщина. Где-то всё-таки происходит этот пробел. Ну, надеюсь, что на следующей неделе мы точно к восьмому марту соберём ёлку. Ну, потому что уже стыдно. Ну, вот. А Новый год на улице что-то как-то вот... Холодно, знаете ли. Минус девять было. Сегодня восемь утра, когда я шла на работу. Вот. В Москве. Поэтому... Как-то так. Хочется уже, господи, когда это всё начнёт таять, это наслякать, вот эта грязь, ё-моё. Ну, ничего-ничего. Мы потихонечку, видите, снег сгребаем. Завтра вам расскажу. Снег сгребаем туда, чтобы не было... Чтобы это вот болото, вот эта вся вот вода, чтобы она как можно быстрее ушла в землю, да, и... Травка была у нас. И вот хвоя, кстати, я вам так её и не показала, как она... Ну, помните, я делала гирлянду уличную из нас настоящей... То есть, это хвоя настоящая, живая. И вот она, она не осыпается. Вот он вам, Нобелис. Завтра сниму вам в дневном свете и смонтирую это видео по-быстренькому. Ну, так, на коленке, как всегда. Как я всегда это делаю. Господи, вышла в тапочках. И вот оно всё, всё живое. Так что, девочки, в следующем году Нобелис, это вот прям не пожалеете. В тапочках с гулыми ногами. Ой. Кстати говоря, знаете как, не знаю, как вы, да, я, например, очень люблю вот какой-то вот такой один источник света и полумрак. И у нас достаточно много на даче вот таких разных источников света. Мы можем включить маленький, да, вот светильничек в торшере. Можем включить большой. Можем включить круглый шар. Сейчас вот у меня горит вот такой вот светильничек, да, и всё, больше света нигде нет, да. Можно включить, вот, пожалуйста, да. Есть у нас над рабочей зоной. И вот, пожалуйста, всё, света достаточно. А можно включить и полный свет, да. Но я вот почему-то вот люблю вот так. И даже этого много. Я сейчас свечи себе зажгу и всё. Я люблю свечи. Время, пора спать. Вот вам и 2 февраля. Кому снега? Ага. Давайте пойдём посмотрим, что там с нашим Нобелисом. Ну, начнём мы вот с вот этой композиции наваленной, да. Совершенно очевидно. На секундочку хочу вам, знаете, что ещё сказать, что вот сейчас, где он стоит, Нобелис, да, это солнечная сторона. Здесь, когда солнце в Москве, это капец, полнейший. Не обращайте внимания на вот этот бардак. Это не бардак, это всё фом лежит. Здесь, ну, вот, всё вот, понимаете, да. И я надеюсь, вы собираете яички. Ну, которые использованы. Что хочется сказать. Уже видно, что она вот подгорает на солнышке. Вот она, хвоя. Хвоинки подгорают на солнышке, да. Вода там заледеневшая. И хвоя там в ней также и, так сказать, заледенела. И Нобелис, ну, как живой. Ну, он живой. Он застабилизировался, понимаете. И я не буду эти композиции выбрасывать до того момента. Я вам сниму, когда они уже будут, ну, прям вообще печальные, да. А так, прям, посмотрите. Вот он, веночек, который я плела. Он вообще без воды, получается. На свежем воздухе вот уже начинает подгорать, да, видно на солнышке. Потому что здесь у нас солнышко. И вот. И как это снимать? Ну, это надо будет снимать, конечно. Я не знаю, выбрасывать жалко. Так что совершенно очевидно. И веночек. Веночек, конечно, у нас более печальный за счет того, что мы его повесили в доме. Причем там, прям, над печкой. И он, конечно же, сразу же скукожился. То есть он потерял вот эту свежесть, да. Но он нас порадовал. Он пах. Он изумительно пах, да. Апельсинчики потеряли свою вот эту яркость. Но, тем не менее, все хорошо, да. И вот он, пожалуйста, висит, как живой. Что еще хочется сказать? Хочется сказать, что у меня вот здесь. А, вот оно торчит. У меня там целый мешок еще Нобелес есть. Там, вот. Прямо он вот там. Я про него забыла. То есть я его зарыла в снег для того, чтобы, ну, он сохранял свою свежесть. И забыла о нем. И притащила с работы новый Нобелес. И, в общем, и вот там Нобелес, который всю зиму пролежал под снегом. Ну, вот, кроме вот этой веточки, которая вот уже горит на солнышке, да, видно. Так что, когда снег сойдет, мы с вами отроем этот Нобелес, который там, и посмотрим на него. А вот елка, которая сделается из веток. То есть это не настоящие, ну, ветки настоящие, да, но они там не видно. Вот, под скотчем. Вот. Видите скотч? И вот таким образом из веточек я сделала эту елку. И очень рекомендую вам. Я, наверное, потом как-нибудь сниму это видео, когда уже будет немножко потеплее, да, как из веточек собрать вот такую елку. И она радует нас всю зиму. И вот, пожалуйста, 2 марта. Стоит? Настоящие наши, вон, пихточки. Так что вот так, девочки, Нобелес, это круто. Нобелес, это классно. И вот он радует. И будет еще радовать, мать моя, женщина. Конечно, есть погрешность у меня в плане того, что вот эту вот сторону, да, вот обратную сторону, я не декорировала Нобелесу. Ну, мне не хватило его, да, потому что, видите, что сама гирлянда у меня вот такая большая. Если бы я ее делала поменьше, да, то мне бы хватило хвои. Либо надо было брать больше хвои, но у меня ее больше не было. А про ту, которую я зарыла в снегу, я забыла. В общем, не суть. На следующий год я, может быть, возьму побольше Нобелес, да, надо два пучка все-таки, а не один. Вот. И красота. Холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok